доброе утро всем настя собирается в школу как тебе настя на вторая смена расскажи свои ощущения и впечатления о первой смене да настя очень поздно ложится поздно просыпается смотрит на катю так а думает как муха потирает лапки на самом деле не было бы класс класснее если бы насти тоже шла в первую смену потому что насти поздно ложится они живут в одной комнате приходится насти уходить на кухню потому что катя то есть тебе нравится старая смена я прохожу примерно в то же время что и раньше я ходила в 15 где-то сейчас прохожу в шестнадцать ну типа один час нравится боже спишь на два часа больше вот именно я прихожу почти так же встаю я намного позже хотите еще один прикол тихо не двигайся знаете что произошло это мартышка села своей пятой точкой на очки раздавила линзы выпали там все треснуло я очки сломались не сломались а ты сломал их надо короче вообще все надо идти сдавать в ремонт слава богу что линзы целая но право надо заказывать сказали что там должны отремонтировать вот так-то ничего детям нельзя покупать все ломаете и фарше многие с этим писали марина покажи что там внутри что-то внутри я обязательно покажу вам но так как я не все распаковала поэтому пока не могу показать все вот получается из шести продуктов вот и достала тут в основном уход и единственного декоративка это помада представляете помады это вообще просто такая счастлива красного цвета девочки шикарно уходами я пользуюсь уже кремиками мажусь вот так что очень нравится пока и фрошелла куда пошла мне подписчица прислала вот такие вот декоративные цветочки это пионы и не помню как называется вот это вот меня к сожалению нету высокой вазы вот они идеально были знаете идеально было поставить их в какую-то высокую вазу потому что они очень длинные я еще там загнула их очень красиво но они прям большие очень нравится как вам подпишу артикул на экране тут огромное спасибо моя подписчица которая продает такую красоту она только-только вышла на vb вот красота огромная кстати придемте вам кое-что покажу еще смотрите я хотела показать что у нас расцвели фиалки я недавно поливала расцвели цветочки на фиалки но чуть-чуть уже они это подвяли еще не было просто вообще это погрызные не знаю у меня цветы не уживаются это все мама мне выдавала у мамы очень хорошо цветы у меня нет я не могу понять почему видимо душ любовь не вкладываю цветы я равнодушна цветам в плане домашним я не люблю это все короче поливаю и это уже хорошо чё смотришь свадьбы а чё такое ты не смотрела это передачи короче где четыре девушки с их мужьями соревнуются свадьбами и там типа в конце посчитывают баллы они ставят другу баллы и кто выигрывает типа у кого самая лучшая свадьба тому от канала пятницы они дали типа деньги на свадебное путешествие прикольно может мне тоже поучаствовать к табличка туалета даже есть откуда расскажи что я продолжаю влог и вы знаете да что у нас резко наступила осень то есть было лето сразу осень мне кажется скоро уже и зима начнется неожиданно и каждый год мы покупаем конечно же обувь потому что у девчонок но естественно нога растет да и обувь надо постоянно обновлять также я нуждалась в новых ботинках и вы знаете что возле дома у меня есть магазин карит наш любимому по саду доходим постоянно покупаем у нас еще обувь вся школьная тоже из магазина карри хочу вам показать мою обновочку недавно я на днях прикупила себе новую пару обуви и катя мы тоже приобрели уже все вам покажу пару слов про сам магазин в магазине есть возможность оплатить частями и это огромный плюс а еще у карри работает бонусная программа карри клуб 10 процентов бонусами начисляется с каждой покупки а накопление бонусов позволяет оплатить 30 процентов от суммы покупки а также мне нравится что у них есть гарантия 180 дней на обувь но на самом деле мне на ни разу не пригодил не будем много болтать давайте я вам покажу что же я приобрела и составим с вами несколько луков выбрал я себе вот такие вот ботинки на такой знаете грубой мужской тракторной платформе я давно себе такие хотела они подойдут и по джинс и под юбку вообще под любой образ можно сочетать очень мягкие комфортные удобные у меня кстати 38 размер ну а катя мы выбрали тоже такие базовые ботинки на осень они очень мягкие удобные хорошо работает молния в общем ребенок доволен у карри удобное приложение в описании каждого товара представлена подробная информация страна производитель состав памятка как правильно подобрать обувь а также доступные размеры по конкретному адресу также можно найти реальные фотографии и отзывы покупателей на товар а еще забыла сказать мы постоянно пользуемся нашей акции 1 плюс 1 равно 3 на все товары это наша любимая акция выходит очень выгодно напишите комментариях как вам мода на грубые ботинки ну конечно же я в описании оставляю ссылочку и промокод на скидочку всем приятных покупок я хочу с вами немножко я хочу немножечко поныть снова после время хочу просто пожаловаться на вот эту красивую замечательную кошку просто она прекрасно но есть одно но она короче каждый раз пытается запрыгнуть мне в шкаф то есть я вот так вот беру кстати я тут на днях навела порядок наконец-то просто разгребла теперь у меня вообще красота вот каждый раз когда я открываю шкаф она хочет в него запрыгнуть боня нельзя ты же знаешь что нельзя и она пытается запрыгнуть него каждый раз залезть в эти ящики так нельзя нельзя на что нельзя а знаете почему потому что она грызет мои майки я очень люблю спать в таких знаете майках вот с лямочками с такими ну такие вот лямочки и ну например вот на кровать на вот переоделась забыла убрать она знаете что делает берет и сгрызает вот эти лямки у меня короче три пижамы остались без майк потому что она сгрызла лямки а знаете как она это сделала но я очень часто также оставляю в ванне то есть я например утром иду переодеваюсь вешаю на крючок в ванне и она скидывает майк и вот эти лямочки вот эти она просто берет и грызет и был такой случай когда я переоделась закрыла так вот шкаф а он представляете не до конца закрылась и вот так вот где-то и она туда запрыгнул значит она сделала я просто я на днях увидели не сразу заметила я вот когда наводила порядок у меня были реально слезы на глазах я думаю и прибью где-то вот мой любимый бодик вот он мой любимый бодик с инканта и она перегрызла лямку просто прыгнула в шкаф увидела не знаю просто первую попавшуюся лямку и перегрызла боди за три тысячи мне просто представляете вот лямка и вот я реально думал что я убью да и и вот такая особенность она перегрызла девочкам очки для плавания две или три штуки просто девчонки забыли в ванной комнате закрыть свою эту косметичку для бассейна и она туда залезла вытащила очки и перегрызла их они тоже такие резиновые и вот все она вот сгрызает представляете вот так что я конечно я конечно безумно расстроена потому что извините такие вещи дорогие я вообще не представляю каково это иметь дома например животного собаку большую которая сгрызает мебель да там за кровати грызет тапочки там не знаю сапоги там за 10 тысяч могут я не знаю как вы девчонки с этим боретесь теперь прячу все все что можно сгрызть я прячу от бони принципе у меня нигде ничего не валяется но вот так вот она меня подловила и не до конца я закрыла шкаф и она мне сгрызла мой боди что такие дела напишите в комментариях что ваши животные творят интересно почитать покупаю такую палочку она за день все сгрызает и колокольчик и все что на этой палочке моментально за один день мне реально не хватает моей студии лил снимаешь не получается не могу на фронталку вот камера плохая но я тебя сходу плохо да не могу объяснить то чего я хочу вот что пишет точнее ты вроде бы знаешь в общем так лучше мне кажется за всех ракурсов красиво чего-то это приятно слышать конечно хоть это и не правда особенно после вчерашней фотки на поставил я тебя прощаю что получу нормально сделать давай с водкой твоими глазами гончарная один день пропустили девчонки не захотели помните они делали вот и наносина удочка кружка утка стакан а это катина такая подставочка сейчас будут делать такая кружечка это катина красота ну прелесть просто понравилось это что вообще у тебя будет сюда можно складывать что-то да это красиво слушай амрин все пошло по пизде ну да чё-то пошло не по плану я вот вот так же норм на 05 на широкоуголку нормально я просто на и пытался снять ты не боишь вот сейчас я тебя буду петь нет всем доброе утро я приболела все руками принес чай с лимончиком по кровати надо вставать я не могу прям мне накрыло это насморк но надо вставать хорошего я поеду ты поеду пошла вон из квартиры в общем я начинаю влог ой цветочек мешает на самом деле мне сон приснилось что короче я пытаюсь ему изменить а он мне мешает постоянно рядом я от него бегаю там что-то мне как-то сообщение приходит я пытаюсь это скрыть в общем какая-то я ему рассказала было ли у вас такое что вам снится сон там с изменой вы рассказываете потом ваш партнер ходит это грустно и у меня на самом деле такой же был когда у меня Серега рассказал что-то подобный сон поднимаешь вроде бы это сон да хотя все из нашей головы все равно если человек с которым я была в садике мы с ним в один садик ходили и он мне приснился я о нем сколько лет я о нем не помню я о нем не вспоминала лет тридцать чего мне приснился тоже хотите сказать что это все в моей голове мальчик садика вот я о нем думаю нет на самом деле я считаю что сны иногда вот такие просто ну снятся глупые ну иногда конечно они как сказать предупреждают о чем-то да там сонники есть напишите кстати вы верите в сны хорошо я чем попросила до того как сказал какой сон а то будет дояда бы подсыпал приболела не знаю почему просто вчера начиналось все а к вечеру накрыла дочь вообще я сейчас короче распаковывала эту посылку и фраше в общем я тут попыталась понюхать аромат и я ничего не чувствую может у меня ковид вообще ничего не чувствую кстати ковид же ходит да вообще как то так сегодня тоже у нас очень много дел но я снимать не буду это наш так скажем личное но я хочу себе приготовить еще вкусный ужин обед обед ужин и хочу серегу припахать чтобы он тоже очень особый я помню на новом году мы вместе с ним готовили вам так понравилось может быть заставлю его пусть снимается лимон мощнее вот просто знаете температуры нет там горло чуть побаливает но вот это именно нос когда знаете вот это прям такой как будто вот все пазухи это забиты я помню я помню когда я была маленькая ну там когда в молчь там мама мне всегда давала над паром дышать то есть просто наливаете воду кипяток и над паром вот так вот дышите и она реально нормально так прогревала пробивала все а ты вот это вот так вот над паром дышишь жарко все это туда капает сопли падают слезы текут слезы соблю все это в тазик я вспомню но помогала ох уже эти знают а не просто вода вода по моему солью если я не ошибаюсь или содой содой по моему не помню что только мама мне делала вот вот эти знаете методы советские когда еще не было всяких лекарств и так далее как-то спасались вот такими способами хотела вам показать что я буду наносить вот такой вот крем от эфроше написано все угорало сирога еще на нам смелся я такая что это за ерунда такая увлажняющий крем против несовершенств я такая у меня нету несовершенства я само совершенство я идеально ну ладно так уж и быть нанесу этот крем не пропадать же ему мне кстати он понравился погнали завтра в общем сегодня у нас значит десерт и творожный рулетик с творогом и ягодами хорошо без изюма кстати если вдруг вы что-то не любите я думаю что там можно все убрать там аллергия или вы как я допустим не любите изюм или еще что-то то это все можно подкорректировать и также у меня рисовая каша на медальном молоке с вишневым конфетчером значит сейчас мы будем готовить курицу с картошкой но самый главный самый главный фишка это маринад неважно если курица нет вашего марина курица у нас есть вот сейчас мы сейчас лапку достанем сразу в этой картошку почистишь а я курочеку в смысле непонятно тебе понравится даже не елась ты нож тут все мы берем курочку берем выкладываем ее в лотку сразу я думаю что мы будем мешать прямо здесь курицу я помыла заранее нож лежит на дне не стукла она точно что-то когда запахло не очень да вроде ну чуть-чуть отдает но у наверно через час просто как и должно пахнуть задохнулась просто чуть-чуть уже отрезать жирочек или оставить я не знаю я все равно ее есть не буду но я чувствую даже когда почему же навоз гадать были в общем заказали мы это новую курицу потому что что это как-то не очень пахло что я сейчас делаю пока везут курицу серёга уже начислил картошку я сейчас беру терку и нужно натереть лук именно натереть то есть мы делаем сейчас соус ну как бы соус в чем в чем будет до мариноваться курица с картошкой то есть в принципе в идеале в реале чтобы это еще помариновалась минимум часом лучше два и только потом духовочку срока это маленькая я наклонилась не плачь код короче плакал на видео мем грустный это такой фу блин жесть лук я натерла на мать урок курица приехал и открой лук далее мы открываем горчицу если она у вас острая то 1 столовую ложку а я не знаю интересно столица горчицы она острая ой столица столичная горчица горчица майонез майонез добавляем 100 грамм да знаете меня что больше всего бесит в рецептах то что пишут 100 грамм майонеза и вот ты вот мучаешься измеряешь эти 100 грамм в столовых ложках можете писать в рецепте 1 2 3 4 5 6 6 столовых ложек пока все это замешиваем перчик у меня перчик молотый соответственно добавлю вот так вот много тыкать тоже на глаз с прикол так чтобы протыкнулась чтобы туда маринад эти как прикол соль на глаз кровожадно жестоко все ради вкусного блюда добавляем паприку тоже я добавлю на глаз ну вот так вот паприки вот полторы столовой ложки я думаю что я добавлю еще горчицы не жалею так надо готовить на глаз маринад наш готов вот он такой вот получился значит нам надо картошку порезать режем картошку дольками знаете как на картошку по-деревенски вот а ты знаешь что можешь пока сделать давай вставай сюда ряд просто складывай давай оба сделала перейди в голову нормальной жизни себя ведешь ну и как на видео чтобы так как резать ты тоже веди себя как жизни и спинку ровно доверишься ладно спинку я ради хорошего кадра еще какие-то вопросы есть кстати многие задавали вопросы про тебя да есть желание ответить на какие вопросы например где-то купил носки с велосипедиками это из телеграма кстати многие спрашивали где купил функцию анталии вайкики называется вайкики же да есть такой турецкий я так симпатичный когда без лица муж пока выливать соус и перемешать еще вопросы что-то делал в израиле расскажи как ты в израиле ездил на мертвое море многим я думаю будет интересно реально начале августа как раз самая жара пик жары поэтому я приехал туда там было плюс 42 градуса вышел из автобуса и мне уже стало не по себе я не прогуглил когда самое время туда ехать поэтому просто в любом случае туда поехал неважно даже если вы там написали не ездить даже если было 50 бы я поехал потому что я всегда хотел побывать на море поплавать в нем вот поэтому я поехал вышел из автобуса был в шоке от этой жары все туда приходишь там обычный такой пляжик а море еще горячее я не знаю море очень горячка горячая ванна все там ну наверно глубиной пояс 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 там есть недалеко берега метров 30 40 от берега павильончики такие навес ты туда плывешь и чтобы тебя солнце просто не испепелила там кайфуешь ну валяешься там все помогало там немножко поплавал где-то минут на 15 то есть и там прям не тонешь да то есть ты держишься то есть там большая концентрация соли дали чем да там очень большая концентрация соли и поэтому ты никак там не утонешь когда ты пытаешься на бомб допустим лечь просто лечь то тебя начинает крутить вот так вот и каждую ранку щипет в общем если вы сделали депиляцию туда нельзя так вообще да очень ужасно жарко немножко поплавал там 20 потом бежишь на берег чтобы в душе выжить ополоснулся да еще серёга был в музее холохоста понравилось одно из самых впечатлительных мест на реальных событиях все было когда нам про все рассказывалось там покупаешь аудиогид все говорит что было как некоторые народы действовать в отношении другим народом и вообще про всю войну рассказывают так же про ссср рассказывать огромный вклад самая интересная если брать музей и версалиме бы со мной дважды с тобой дважды без тебя трижды без тебя было интересно потому что мы туда не попали да я дважды пыталась попасть в Иерусалим но это как-то небеса и решили по-другому все это хорошо перемешиваем и желательно оставить ну помариноваться чтобы пропиталась это в курочку то это все затекло но если у вас нет времени можете ставить духовку мы подождем на часик на самом деле очень многие задавали всякие разные вопросы личные да на них мы отвечать не будем но на такие интересные что там еще было больше вопрос интересно там задавали он у всех есть а там типа лучше его просто это телеграме да там лучшим научимся не следит за но и в соцсетях так что он не знает даже что ему что он не знает Путика такой волочится у Путики. Бонь, спать пойдём? Бонь. Пойдём спать. Так, девчонки, ну что, я хочу закончить этот влог, немножко с вами поболтать, ответить на ваши вопросы. Я недавно в Телеграме делала пост, и вы мне задавали очень много классных вопросов просто, девочки. Кто ещё хочет задать вопрос, обязательно переходите в Телеграм. Были, как всегда, по классике стандартные там вопросы, вопросы. Ну, сами знаете, это будет до конца дней моих. Вот и следующие влоги, которые я буду выпускать, я буду заканчивать именно ответами на ваши вопросы, потому что, повторюсь, вопросов было очень много. я не беру в расчёт там вопросы про бывшего, да, это то, что тема запретная. Вообще эту тему я уже как три года не поднимаю, поднимать не собираюсь вообще. В принципе, даже девочке нечего сказать. До сих пор непонятно, почему вы там задаёте вопросы. Это совершенно другая жизнь у меня, ну, я не знаю. Также очень много задаёт вопросов. Где ты рождения? Когда матка выйдет моя из отпуска? И почему моя мама живёт в трёшке? Вот эти самые популярные вопросы. Sorry за то, что нос заложен, не пробивается. Вот, вернёмся к моей матке и очень мне нравится, когда в кавычках, когда вы, девочки, задаёте такие вопросы, типа, Марина, готова ли ты родить ребёнка Сергею? Вот это, знаете, такой интересно поставленный вопрос. Я что, инкубатор бесплатный? То есть пользуйтесь мной, моей маткой и каждому мужчину, который захочет от меня детей, и я ему его рожу и подарю. Девочки, вы серьёзно? Что это за постановка вопроса? Некоторые, конечно, писали, Марина, вот если Сергей захочет ребёнка, родишь ли ты ему? Вот очень много таких вопросов. А хочу ответить и высказать свою позицию по поводу деторождения, по поводу моей матки, от которой вы никак не можете отстать. На самом деле, я очень часто повторяла эту фразу, но ещё раз повторюсь, я буду рожать столько детей, сколько я смогу прокормить и содержать сама. То есть, чтобы родился ребёнок в данный момент, нужно желание и моё, и мужчины, тогда получится ребёнок. Тогда моя матка выйдет из отпуска. Если только захочу я, либо захочет Сергей, в данный момент мы оба можем хотеть ребёнка, но в случае чего ответственность всё равно будет падать полностью на мои плечи. Опыт это показал. Поэтому, помимо желания, нужно ещё здравый смысл девочек. То есть, сейчас мы всё надёжно в отношениях, через год мы не в отношениях, всё ненадёжно, и я остаюсь с ребёнком на руках. Вот как бы, да. То есть, если у меня будет очень сильное желание, и у Сергея будет очень сильное желание, и моя матка будет способна выносить ещё одного ребёнка, это будет прекрасно, это будет чудо, да. Но я всё-таки подхожу к этому вопросу очень серьёзно и с холодной, трезвой головой. А не так, что, знаете, как в молодости, ой, ребёнок, не понимая, не осознавая, насколько это большая ответственность. Вот каждому мужчине бы в голову вбить с самого детства, что такое ребёнок и что такое ответственность нести за него, а не просто наплодил, нарожал, а дальше ты там, дорогая, сама с ними разбирайся. Поэтому, я надеюсь, я ответила на этот вопрос, и, пожалуйста, отстаньте от моей матки. Марина, есть ли у тебя любимая цитата, фраза и какая? Как бы это банально не звучало, но моя любимая фраза, особенно когда у меня что-то в планах есть, у меня не получается, я думаю, всё, всё, жизнь кончена, всё, лучше не будет. Там, ну, то есть всё, да, всё, что не делается, всё к лучшему. Ты упустила свой шанс, вот всё, в жизни больше не будет такого. Всё, что не делается, всё к лучшему. Я всегда вспоминаю эту фразу. То есть что-то происходит, ты думаешь, ну всё, у тебя там опустились руки, потом через месяц-два, думаешь, вот, блин, расстраивалась, да, а в результате вот как получилось, да. И хорошо, что это сейчас, хорошо, что тогда это произошло так, иначе не было бы вот этого. То есть это моя любимая фраза. И на сегодня последний вопрос. Топовый, кстати, очень много лайков набрал, он вообще не связан со мной. Но я понимаю, почему вы мне его задали, это куда пропала Мария Чудная из Финляндии, очень скучая по её видео. Тот, кто из старичков смотрит меня и знает только Мария Чудная, да, тот знает, что мы в своё время с ней общались, она тоже блогер, была очень популярная, очень известная. Вот. И так получилось, что она пропала с Ютуба, ушла, и на тот момент мы с ней даже в личке чуть-чуть переписывались. Я знала чуть больше, чем вы. Я вам скажу так. Человек выбрал семью, человек не справился с хейтом, человек просто решил уйти из публичного поля, да. То есть человек выбрал тихую семейную гавань, а не вот это всё. Потому что она была, ну, действительно очень популярна, и у неё было очень много хейтеров, которые там как-то, ну, переходили границу и по отношению к ней и к детям, да. И в один момент прекрасный она, видимо, приняла решение, что лучше выбрать семью и уйти тихо, спокойно жить, так скажем, не публично, чем вот быть блогером, да. Её тоже можно понять, потому что, ну, люди бывают очень жестоки, и мы с ней когда общались, она там мне рассказывала про, ну, там, личные какие-то моменты, и я поняла, что в данный момент для неё действительно лучшее решение — уйти с Ютуба. Я за Машей слежу в Фейсбуке, у неё всё прекрасно, вот. Я на самом деле на Фейсбуке вообще не сижу, но иногда там через VPN тоже можно зайти, там что-то посмотреть, вот. И у неё всё прекрасно, вот, детки растут, замечательно всё. Я с ней сейчас в данный момент не общаюсь вообще никак, уже давно. Вот как она тогда ушла с Ютуба, я вот с ней как бы особо не общалась. Но вот так чисто по сторисам на Фейсбуке, по фотографиям Я уверена, что у неё всё прекрасно. Больше я ничего сказать не могу, потому что я ничего не знаю. Единственное, наверное, что бы я сделала по-другому на её месте, если бы всё-таки решила покинуть Ютуб спустя столько лет, это всё-таки я бы, наверное, сделала обращение к своим подписчикам, которые, ну, очень многие тебя любили, поддерживали, смотрели очень многие годы, и, наверное, было бы как-то правильно записать видеообращение, а не вот так вот исчезать. Ну, я говорю лишь, как бы я поступила, да, то есть я бы вот так вот тихо не пропала. Ну, по крайней мере, это такой момент уважения к зрителям, которые много-много лет смотрели тебя, и я бы поступила так. Вот я закончу этот влог. Ставим лайк. Если вдруг у вас есть какие-то вопросики, задавайте в Телеграме. Ссылочка на Телеграм в описании, и пока-пока всем. Не болейте, как я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok